Добрый день, дорогие друзья! Посмотрим на последние события на финансовых рынках. Вот, кстати, интересно, некоторые задают что-то за такие временная шкала. Это времена во всех основных финансовых центрах, если можно так сказать, и просто локациях, которые по всему миру расположены, а также погода. Вот просто для интереса, что вы видите, что это в онлайне записывается, не какие-то задним числом. Хорошо, вернемся. Мы сейчас будем с вами делать обзор за последние сутки, что происходит и будет происходить на валютном рынке. В фокусе, внимание, наш это доллар, евро. Вы сегодня видите, что необычно сегодня быстро растет индекс доллара. Он прибавляет 0,37%, но в последнее время это достаточно много. Евро, обратите внимание, сегодня падает. Вчерашнее видео вы можете посмотреть более детализированно о причинах, которые мы говорили, мы ожидали. И если помните, мы вчера ставили цель. Но сейчас мы еще коснемся этого более детально. Если мы посмотрим на рынок других валют основных, то мы видим, что сегодня и британский фунт падает, а также другие валюты тоже по отношению к долларам все падают. Вернемся к евро. И что мы видим? Откроем вот этот график. Видите, мы вчера говорили, что очень низкий рейндж, который будет. Но, как вчера мы говорили, что отрицательная динамика. Видите, минус. Это показывает, что динамика отрицательная. Мы, может быть, тестово добавим тут инфографику. Вы будете более видеть вот эту цветовым видом. Но минус это показывает, что динамика новостного, фокус новостных вещей отрицательный. То есть, с минусом это ухудшается новостной фон. Соответственно, курс евро-доллар должен падать. В более таком виде понятном это выглядит вот так. То есть, мы видим нашу стратегию, что мы заняли короткую позицию еще 12 апреля. И, несмотря на волатильность новостного фона, мы продолжаем держать эту стратегию. И вот на текущий момент мы видим, что динамика после сегодняшнего утра начала ухудшаться. И, соответственно, наша цель, которую мы ставили вчера. Даже, по-моему, на одном графике. Вот, нашим эта цель есть. Видите, вчера я стрелочкой показывал, что мы должны выйти из этого диапазона восходящего. Я говорил, что очень опасно торговать в этом диапазоне. Потому что цель наша была 1.12. На текущий момент, видите, мы очень быстро вышли из этого диапазона. И сейчас направляемся вот к 1.12. Дойдем мы, не дойдем. Это мы посмотрим уже завтра. Ну, а на текущий момент вернемся. Почему наш прогноз действительно сбылся. И почему видео, которое вы можете посмотреть вчера, оно у нас есть на канале. Там есть дата. Вчерашнюю дату откройте. 17 апреля. И можете посмотреть вот эту динамику. И мы в прямом, так сказать, эфире рисовали вот эту линию, цель. Что послужило этому? Вернемся к нашим фокус-факторам. И мы видим, что послужило это, конечно, плохие данные по экономике еврозоны. И также хорошие данные по экономике США. Давайте более детально коснемся. Во-первых, напомню вам, что завтра активность валюты будет очень слабая. Доллар ходить практически не будет из-за пасхальных каникул. Это будет, конечно, способствовать низкому очень объему. Волатильность может быть большая, но объемов не будет точно. И вот видите, первый возник фактор. Это хорошие данные по США. Лучшие розничные продажи с 2017 года. Кратко коснемся их график. Мы видим, что мы действительно выросли на 1,6 по сравнению с предыдущим отчетным периодом. И это самый лучший уровень с 2017 года. Это подтверждает то, что экономика США чувствует себя достаточно хорошо. И если мы даже откроем более детализированно таблицу, то мы видим розничные продажи. 1,6 составили за последний период. И вот в декабре, видите, минус 1,6 было. Это был такой пессимизм. А сейчас начался, наоборот, период оптимизма. Второе. Плохие данные по экономике Евросоюза и особенно Германии, как основного драйвера экономики Европы, мы видим, что падение происходит. И экономика еврозоны достаточно очень слабо развивается. И это может действительно вызвать большие проблемы. Большие проблемы в будущем. Сейчас я попробую вам показать данные по Европе. Так, вот возьмем реакцию евро на данные. Видите, вот то, что мы ожидали сегодня вышло. Достаточно очень слабые данные еврозоны PMI. И сразу быстрая реакция по евро вышла. И вот так достигаются цели. То есть ожидания фундаментальны, они подтверждаются. Что касается более длинного графика, вы видите падение. Сейчас я вам сделаю даже еще более лучше. Хотя давайте посмотрим на этом графике. Мы видим падение к уровню 50. Открылся 59. И мы идем на снижение. То есть композитный индекс промышленности Европы падает постоянно. И вот эти все факторы, они приводят к тому, что евро снижается. То есть ожидания поднятия процентной ставки сейчас очень маленькие. И несмотря на проблемы США, все-таки цель 1.12 остается. И возможно уже более серьезно возьмем график длинный. И вот эта цель 1.07 долгосрочная. Может быть к концу этого года мы в принципе можем достигнуть, если все будет так, как вот сейчас развивается. Экономика США сильно развивается, а экономика Европы слаба. Но нам надо преодолеть. Вот первая цель это уровень 1.12, о котором мы уже очень много говорили в этом видео. В отношении США и Китая все идет хорошо. В начале мая скорее всего подпишутся соглашения. И это очень вызывает большой оптимизм. Вот на текущий момент в принципе можно и остановиться. Завтра я вам напомню очень слабый активный день. Также в понедельник Европа отдыхает. Отдыхаете и вы. Если вы придерживаетесь правильной институционной политики, то не нужно вот так агрессивно торговать каждый день. И вот посмотрите на наш пример. Видите, мы долго держим позиции. Ну минимум несколько дней. Иногда и неделями бывает, если вот так в длинную посмотреть тенденции. Поэтому смотрите наши брифы. Слушайте видео. И внимательно следите за развитием событий вместе с нами. Хорошего дня. Удачных инвестиций.